Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Пьер Анри Ривой или Ривуа. Исторический художник, преподаватель, коллекционер, собиравший произведения искусства эпохи средних веков и возрождения. Я цитирую Википедию. Пьер Ривой появился на свет 12 июня 1776 года в Лионе. Приходит в церковь Сен-Низье в семье Скорняка Антуана Ривоя и его жены Маргариты Понсе. Семья была не богата, но родители сумели дать сыну образование в центральной школе Лиона. Ривою пришлось наняться на работу на фабрику по изготовлению обоев в качестве художника. По эскизам Ривоя на фабрике стали изготовлять обои с актуальными в то время и революционными сюжетами. Роль художника по обоям тяготила юношу, поэтому вскоре он уехал в Париж и поступил на обучение в мастерскую Жака Луи Давида. На первых порах молодой Ривой получил известность своими революционно-патриотическими картинами. После прихода власти Наполеона взгляды Ривоя быстро стали более правыми. Его картина «Наполеон-Вонопарт, поднимающий город Леон из руин», написанная в 1805 году по мотивам подавления революционным правительством Леонского восстания, привлекла благословное внимание императора. Ривой стал автором крупных религиозных картин и одним из представителей так называемого стиля трубадуров, характерного для стиля идеализации христианского средневековья. Картины художника хорошо расходились, а сам он приобрел популярность в высшем свете Леона. Ривой открыл собственную художественную школу, коллекционировал антиквариат, сочинял романсы, которые сам же исполнял на светских вечерах королевского двора. В 1814 году художник был награжден в Ленопочетного легиона в степени кавалера. После падения империи Наполеона Ривой поддержал режим второй реставрации. В возрасте 40 лет он женился на 18-летней старшей дочери своего двоюродного брата и в 1818 переехал из Леона в Прованс. Возобновил руководство школы, которую управлял вплоть до 1830 года. Продал королю Франции свою коллекцию антиквариата. В 1830 году во Франции произошла июльская революция. Власть старшей ветви династии Бургонов была свергнута. Ривой, известный как ярый реакционер, бежал в Прованс, бросив своих учеников и школу. Обнищавший Пьер Ривой, скончался в 1842 году. Среди многочисленных учеников Ривоя был Жан-Клод Бенефон, Жан-Ниполит Фландрен и Виктор Орсель. Известный художник Флёри Франсуа Ришар был его единомышленником и другом. Помимо преподавания он занимался коллекционированием антиквариата. Собирал средневековый антиквариат, доспехи, посуду, габерены, картины, рукописи. Вся эта коллекция была приобретена для Лувра, где находится и по сей день. Вот так вкратце из переводной википедии о французском историческом художнике, преподавателе-коллекционере Пьер-Анри Ривой. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.